В область с рабочим визитом прибыла министр здравоохранения Республики Казахстан. Накмарал Альназарова посетила медучреждение, встретилась с участниками республиканской спартакиады среди бригад скорой помощи, ответила на вопросы граждан. День поля прошел в Акаинском районе. Говорили о текущем аграрном сезоне, сортообновлении, современных агроприемах и, конечно же, о предстоящей уборке урожая. С наградами вернулись каратисты чемпионата Азии из детско-юношеского чемпионата мира. О впечатлениях от поездки и планами спортсмены поделились с командой МТРК. В Североказахстанскую область с рабочим визитом прибыла министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова. В сопровождении главы региона она посетила республиканскую спартакиаду бригад скорой медицинской помощи. Главный врач страны отметила важность проведения таких состязаний. В свою очередь глава региона подчеркнул, что скорая медицинская помощь занимает особую нишу в сфере здравоохранения. И на сегодня получает хорошую поддержку. От ваших практических функциональных обязанностей, от вашего навыка зависит сегодня здоровье. Я скажу так, что даже жизнь наших пациентов, наших людей, которые вы оказываете помощь в критический момент. Мы, как местные исполнительные органы непосредственно в Североказахстанской области, оказываем большую помощь, именно скорой помощи. Для информации хочу сказать, что в 2020 году мы полностью обновили автомобильный парк от Морал-Эрбайна полностью для скорой помощи. В этом году мы дооснастили именно тренировочную площадку для того, чтобы сегодня вы оттачили свое мастерство. После слов напутствия команды на служебных машинах отправились к старту. Состязание выглядит как обычный вызов скорой. Министр и глава региона также ознакомились с выполнением заданий. Сегодня участники должны пройти четыре станции. Оказать помощь мужчине с острым коронарным синдромом, первая медпомощь при травмах, на площадке инсценировали ДТП, реанимация как взрослых, так и детей, а также принятие родов и реанимация новорожденного. В течение 15 минут должны пройти одну станцию. Там у нас экзаменаторы есть и модераторы. Оцениваем их действия на месте и вставляем соответствующий балл, кто сколько заработал, что упустил. То есть мы с ним проводим обсуждение. Далее Акмарал Альназарова и Акимобласти ГОС Нурмухамбетов посетили Кызылжарскую районную больницу. Им представили проект строительства поликлиники на 250 посещений в смену. Данный проект он ранее реализован в областном центре, в микрорайонах Берестей и Расуркин, а также сейчас он реализуется в районе села Кишкин-Кили-Улиханский район. Он там реализуется за счет РБ? За счет РБ. Уже в этом году заканчиваем. АУ Ельберска. 3,4 миллиарда. Проектирование этой поликлиники планируют завершить в октябре, а в декабре получить заключение экспертизы. К слову, на территории больницы находится нынешняя поликлиника, построенная 20 лет назад, стационар 1986 года и приписные участки поликлиники. Диана Салихова, Александр Янсен, МТРК. Министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова встретилась с населением нашего региона. Кто-то даже приехал из района, чтобы обратиться к министру здравоохранения напрямую и получить ответ при личной встрече. Большинство граждан беспокоит качество оказания услуг детям в медицинских организациях. Горожанка Яна Маисак воспитывает ребенка с муковисцидозом. Женщина попросила Акмаралу Альназарову уделить особое внимание протоколам лечения больных с данной патологией. Мы просим взять под контроль изменение протокола диагностики лечения детей с муковисцидозом, так как временные рамки, первое, они прошли уже 5 месяц прошел. И, конечно же, появление новой таргетной терапии – это значительно лучшее качество и длительность жизни детей. Это плюс 15 лет жизни. Мы хотим, чтобы наши дети жили. Министра заверила обеспокоенных родителей в том, что этот вопрос возьмут на особый контроль. Имея педиатрическое образование, она, как никто другой, понимает эту проблему. 240 с лишним протоколов и около 70 стандартов оказания медицинской помощи пересматриваются на предмет их актуализации. И до конца этого года мы эту работу полностью должны завершить. Ход пересмотра протокола именно по муковисцидозу мы еще раз на контроль возьмем. И в части его ускорения какая работа проводится. Как отметила Акмарал Аль-Назарова, в Министерстве здравоохранения сейчас уделяют особое внимание лечению малоисследованных заболеваний. Мы в 1 июня открыли, организовали впервые Республиканский центр орфанных заболеваний. Из 66 орфанных заболеваний по всем ним есть сегодня эксперты-специалисты. Мы подключили международные организации для того, чтобы в целом обеспечить в первую очередь качество и доступность лекарственных препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Все вопросы Акмарал Аль-Назарова зафиксировала на бумаге. Она поручила руководителям медицинских организаций и управления здравоохранения обратить внимание на имеющиеся трудности. К слову, подробнее рассказать министру о своих проблемах граждане могли на личном приеме. Валерия Филатова, Олег Косинов, МТРК. Валерия Филатова, Олег Косинов, МТРК. Глава нашего государства, Константин Маркин Милович Тукаев, вы знаете, поставил четкую задачу. Обозначу, что сельское хозяйство имеет большой колоссальный потенциал. И сегодня поставил несколько задач, которые вытекают. Основную задачу по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в течение пяти лет, имея такой потенциал два раза. Поэтому сегодня в целях исполнения поручения главы государства проводится в целом по стране, также в нашей Северо-Казахстанской области определенная работа. Зреет хороший хлеб. Конечно, сегодня прогнозы давать очень сложно. Все зависит от уборочной страды. На сегодняшний день 80% посева в хорошем состоянии. В этом году засеяно 4,5 миллионов гектар земли. На полях опытной станции в селе Шагалалэ собрались эксперты растеневодства. Гости посетили выставку сельхозхозяйственной техники и оборудование, а затем демонстрационные площадки и питомники хозяйства. Фермеры обсуждали сорта, сроки сева, экологические испытания яровой пшеницы и текущий аграрный сезон. В этом году мы использовали по нашей области 100% то задание, которое мы доводили, доводил индикатив для нас в Министерстве средств хозяйства. Для получения такого большого хлеба по объеме 256 тысяч тонн мы внесли минеральное удобрение на общей площади 3 миллионов гектар. Сегодня наша площадь в Северокостанской области имеет общую пассивную площадь 4,5 миллиона гектар. Пассивная площадь и также мы в этих 4,5 миллионов 3 миллиона 400 тысяч гектар – это посевы зерновых и зернобобовых. Кроме того, в области внедряют новейшие технологии и улучшения решений в аграрной науке. Участниками Дня поля представили селекционные питомники пшеницы, особенности сортов и сроки посевов. Усилиями ученых опытной станции получен новый сорт яровой мягкой пшеницы «Семеновна», которая адаптирована для выращивания в Североказахстанской области. В 2021 году был на площади 78 гектаров. Отсюда взяли питомник размножения по методу индивидуально-семейственного отбора и массового отбора на площадь 1,5 гектара. 20 гектаров и, соответственно, 1157 гектаров. В 2023 году площадь составила 2893 гектара, в 2024 году – 3240 гектаров. И в текущем году продано 1600 тонн. В этом году правительство Казахстана приняло беспрецедентные меры господдержки аграрного сектора. Впервые объем льготного финансирования на проведение полевых работ составило 580 миллиардов тенге. Также фермеры получили уникальную возможность приобрести новую сельхозтехнику под 5% с отсрочкой первоначального взноса. Все эти меры позволят вовремя фермерам закупить все необходимые средства. Это и на посев удобрений, и сейчас удобрения, на уже осеннее внесение. Это и качественные семена были приобретены, это и средства защиты растений. Сейчас, вот видите, влажная погода, она несет за собой болезни, вредители есть, которые, соответственно, все требуют именно средства на приобретение средств защиты растений. И, соответственно, это все сейчас доступно для фермеров. В День поля организовали выставку современной сельхозхозяйственной техники. В Доме культуры села Шагалалэ фермеры из районов нашей области представили свою продукцию. Мы производим достаточно большое количество продукции из местного сырья. Мясо мы используем только выращенное в нашем селе. Производство у нас теперь уже небольшое. И поэтому мы видим заинтересованность, интерес к производителям Казахстана. Конечно, мы сейчас в конкуренции находимся Россия и Белоруссия. Но, тем не менее, мы представляем производственный сектор Казахстана. Мы представляем компанию ПХВК. Сегодня приняли участие в ярмарке День поля. Представили свою продукцию хлебогулочную, кондитерскую. Также мы представили нашу муку. Производим мы ежедневно порядка 20 тонн продукции. Реализуем на территории области и в других регионах нашей страны. В завершении мероприятий состоялось агросовещание, посвященное уборочной кампании. В ходе заседания ученые и специалисты обсудили ряд вопросов, дав свои рекомендации по проведению уборки урожая в оптимальные сроки. Это праздник самой мирной, гуманной и благородной профессии. В области благодаря строителям ежегодно растут объемы вводимого жилья. Промышленного строительства реализуются программы возведения новых и реконструкции социальных объектов. За всем этим стоит профессионально ответственная работа строителей, проектировщиков, архитекторов, инженеров, прорабов и рядовых. Как сказал глава региона, серьезные коррективы в планы строителей внес разрушительный паводок текущего года, отметив при этом большую самоотверженную работу в восстановлении последствий стихии и всех, кто оказывал помощь в этот непростой период. Я хотел бы сегодня на этом совещании поблагодарить наших меценатов. Это фонд «Казахстан Халхна», корпорацию «Казахмыс», столичный завод, домостроительный комбинат «Джиэльби», акционерное общество «Каспий», частный фонд «Ансаб Фундэйшн», турецкую компанию «Юда», компанию «Казминералс» и многих наших руководителей, простых жителей, сегодня наших волонтеров в Северо-Казахстанской области, которые тоже своей лептой, своими средствами сегодня помогали нам восстанавливать всю эту инфраструктуру и оплачивали, и перечисляли свои средства наш областной фонд. В короткие сроки было решено начать строительство 700 домов. Буквально в считанные дни появился новый микрорайон «Берлик». Ключи от новых домов получили жители пострадавших микрорайонов областного центра. В числе награжденных сегодня представители строительных компаний, которые давно и прочно зарекомендовали себя как профессионалы. «Сейчас мы устроим самый важный объект – это общежитие на 1200 мест для университета, которые будем сдавать в сентябре. Непосредственно мой участок занимается остеклением, изготовлением витражей, окон и мебели. Не бояться двигаться вперед, творческого развития, чтобы все было всегда легко, чтобы не было трудностей на пути, которые были трудности, чтобы они были легко преодолимы». Сегодня строительная отрасль как никогда нуждается в высококлассных специалистах и представителях рабочих специальностей, наряду с которыми будут работать опытные наставники. «Пригласили меня помочь после вот этого паводка, бедствия, помочь в организации строительства поселка Солнечного, который сейчас назван микроюн Берлэк. Само название говорит о том, что единство, единство мы – сила. На 105-й день сегодня мы построили и сдали в эксплуатацию 235 домов, готовились к сдаче еще 137 домов. Хочется отметить благодарность руководству области, города, в организации этой работы, благодарность фондам, которые помогли деньгами и в помощь пострадавшим людям от паводка. Я думаю, город будет городу свестить». В целом, по области сегодня продолжается строительство 170 объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта. Строители вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие региона и страны в целом. Накануне Международного дня молодежи Аким города Петропавловска Серик Мухаммедиев встретился с активной молодежью Северо-Казахстанской области. Встреча «Будущее за нами» прошла в офисе городского молодежного ресурсного центра. «Мы сегодня подготовили вопросы, которые наша молодежь будет задавать, и также мы будем все общаться за кругом столом в виде открытого микрофона в свободной форме. Сегодня будет награждение нашей активной молодежи, которые несли свой вклад во время паводка. Будут благодарственные письма и ценные подарки». На встречу пригласили более 50 человек. Присутствовали волонтеры, начинающие предприниматели, журналисты и студенты. Обсудили тему спорта и строительства новых спортивных учреждений, а также создание организации для детей с инвалидностью. Активисты смогли задать главе города все интересующие вопросы и предложить свои идеи по улучшению условий работы для молодежи. К примеру, руководитель одного из информационных агентств Тимур Жуманов предложил создать совет молодых журналистов при городском Акимате. Серик Мухаммедиев его предложение поддержал. «Просьба, предложение создать совет при Акимате, совет молодых журналистов. Мы являемся мостиком между гражданами, жителями города и, в принципе, властью. И со своим умышлением, так как мы молодежь, может быть, будем обсуждать какие-то наболевшие вопросы наших читателей, горожан, и свойственно искать какие-то компромиссы и пути решения». «Я двумя руками за, чтобы мы при Акимате пусть будет некий союз таких молодых журналистов, которые бы свой профессионализм и работу устроили именно во взаимоотношениях. Мы все живем в одной стране, у нас у всех одна цель – это улучшить наши государства». Также молодые активисты отчитались о проделанной работе во время паводка. «Во время весеннего паводка молодежь Ассамблея Жастара принимала активное участие в ликвидации паводка. Мы эвакуировали людей, развивали медитарную помощь, принимали. Два часа ночи мы приходили домой в 6 утра, мы заново были на местах в своем резервном складе Ассамблеи народа Казахстана по адресу ЧКО-48». Подобные встречи планируется проводить чаще. Это хорошая возможность обсудить насущные вопросы, решения которых положительно скажутся на социально-экономическом развитии города. Музыкально-литературный вечер к 179-летию Абая Кунанбаева провели в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Пригласили партийцев, курсантов Академии Национальной гвардии Республики Казахстан. Нурасыла Нуар с детства изучает жизнь и творчество великого поэта. «Есть такое, как бы, мое хобби – Абайтану. Это изучение Абая. Ровно 4 года назад я побывал в городе Семи за такое мероприятие, как 175-летие Абая. Мы посещали его могилу, где он работал, как работал, где он лежал, спал, как он вырос, где он ходил, и его родственников, где Абай работал, свой кабинет, где лежали его книги, которые он читал, русские поэты, и его перо. Кроме этого, еще мы посещали большой музей, который был построен в имени Абая. Популяризировать богатое наследие поэта-мыслителя такую задачу поставили организаторы вечера. Просветитель жил по нравственному кодексу, делился своей мудростью с людьми. Даже спустя столько лет его творческое наследие передается из поколения в поколение. Абай всегда говорил, что нужно учиться, если хочешь стать человеком, хочешь стать полезным. Поэтому его слова «люби науку, как мать любит родного сына, и наука ответит тебе заимностью». И думаю, что и сейчас эти слова актуальны и в наше время, спустя две сотни лет. Народную любовь приобрела и сохранила также и опера Абай. Ей исполнилось 80 лет. О важности этой постановки тоже говорили за круглым столом. Александра Рудина, Александр Янсен, МТРК. Природа прекрасна в своем многообразии. Именно ее изображает на своих картинах Вячеслав Смирнов. С 9 августа в Музее изобразительных искусств открылась персональная выставка художника «Дыхание кисти». Конечно, готовился в течение года. Свежих работ маловато, больше, наверное, 15. А есть, которые уже выставлялись работы. Ну, как бы все природа, потому что сам занимаюсь еще рыбой, рыболовством. От картин веет спокойствием и уютом. Хочется очутиться в одном из этих мест, так комментируют картины гости выставки. Вообще превосходно. Мне очень нравится тональность, сама природа наша. Особенно вот та зимняя картина. Очень радует мне душу. Я люблю зиму. Очень картины интересные, душевные. И как близкие нам по духу и наша природа. Это прямо как будто вот она, пойдешь и она живая. В основном здесь представлены пейзажи и натюрморты. Всего в экспозицию вошло 54 живописных полотна. Полюбоваться на работы художника можно будет целый месяц. Диана Салихова, Матвей Колесников, МТРК. В первых числах августа в столице проходил чемпионат Азии. Он собрал порядка 600 спортсменов из 22 стран. Богдан Митрофанов в этом виде спорта 11 лет. Не раз являлся призером областных, республиканских и международных соревнований. В Астане выступал в дисциплине кумите. Чтобы упасть на этот чемпионат, нужно было пройти отбор на чемпионатик Астана. Который проходил в марте месяце в городе Уральск. На чемпионате Казахстана я занял первое место. Тем самым гарантировал себе поездку на чемпионат Азии. На самом чемпионате я бился в возрастной категории 18-21 и весовой до 65 килограмм. У меня было два боя. Соперники у меня были из Казахстана. Бои прошли отлично. Все тактические заготовки были выполнены. И благодаря поддержке моего тренера Дулова Евгения Анатольевича я смог занять первое место и стать чемпионом Азии. Вместе с Богданом Митрофановым в чемпионате Азии участвовал Сергей Истомин. В это же время в Астане стартовал четвертый детско-юношеский чемпионат мира. Область на нем отлично представила Сафира Гимандинова. Взяла первое место. За плечами ребят также немало наград. Много ездят по городам, набираются опыта, показывают свои навыки. Выступали они в дисциплинах кота и томашевари. В карате 10 лет. Выступал я на чемпионате Азии в дисциплине кота. На карате меня отдали родители. 1 июня у нас прошел отбор. Я там занял третье место. Попал в сборную. Потом у нас началась подготовка. На чемпионате Азии у меня было 4 раунда. Соперники хорошие. Подготовка была видна. Я одержал победу. Нас наградили дипломами, кубками. Я занимаюсь 7 лет. На чемпионате мира готовилась около 2 лет. Моим тренингом является учебовый ажан. На чемпионате мира соперники были из Убекистана, России. Моей следующей целью является чемпионат Казахстана в декабре. В чемпионате Азии приняли участие 38 североказахстанских каратистов. 26 из них дошли до финала. У нас закончились основные этапы. Этот турнир важный. Сейчас идет восстановление до октября месяца. После уже следующий цикл подготовки к национальному составу. У девушек это будет в декабре месяце. Они должны пройти первый этап. Выиграть чемпионат Республики Казахстан. Также есть международный турнир в Москве. Женский международный турнир, куда мы также сборную Североказахстанской области отправим. Чемпионат Евразии традиционно проходит ежегодно. В этом году он будет проходить в Казахстане, в городе Семей-Полотенск. Семей мы туда выезжаем и тоже выберем состав, который прорабатывает. Потому что чемпионат Евразии дает большой опыт и также дает возможность квоту пройти в национальный состав. Естественно, через два года будет повторяться чемпионат мира и чемпионат Азии. Также раз в четыре года проходит Кубок мира. В прошлом году с Кубка мира каратисты привезли золото из Японии. Всего в области карате занимается порядка двух тысяч человек. Самому младшему четыре года, старшему 82. Александра Рудина, Матвей Колесников, МТРК. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи – быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 тиловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78. Телефон плюс семь семьсот семь триста сорок три шестьдесят два восемьдесят два. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более ста магазинов в России. Продолжение следует...